Мы представляем вашему вниманию вторую часть нашего путешествия по Меликесскому району. В первой части мы начали рассказывать вам о Никольском на Черемшане, селе, которое по праву считает себя родиной российского театра. Со времен зарождения первой труппы Барского театра, ставшего основой Малого художественного театра в Москве, прошло много лет. И село пережило много взлетов и падений. Но, пожалуй, главным событием стало затопление села при строительстве Куйбышевского водохранилища. Часть домов разобрали и вывезли. Село отстроили заново на возвышенности. В одном из таких домов находится один из немногих в нашей области частных музеев. Нам удалось пообщаться с Людмилой Борисовой, создательницей и хозяйкой музея. Работая в Доме творчества с 2006 года, я очень плотно занималась краеведением. Надо сказать, что Великетский район очень богат людьми, которые интересуются краеведением, в отличие даже от города. И поэтому, а мне всегда это было интересно, поскольку мой прадед вообще очень великий человек. Он был этнографом мордовским. И поэтому, видимо, это мне очень передалось. И мне всегда хотелось, чтобы вот был музей. Но музей не просто в какой-то избе, а вот именно в настоящей крестьянской избе. И поскольку были множество поездок по всему Меликетскому району, я знаю каждое село очень хорошо. И школы, и достопримечательности сел района. Ну и, конечно, Никольское ни в какие ряды не стоит ни с кем, потому что это исторически красивое, чудесное место, где можно не только любоваться красотами, просторами Жигулевского моря, но и, конечно, изучать историю. Главный экспонат – это сам дом. Его со всем крестьянским инвентарем и имуществом перевезли из прежнего, теперь затопленного места. Каждому экспонату около ста лет. Приведение дома и экспоната в порядок хозяйка называет ремонтом. Однако это настоящая реставрация, которую проделали жители села. И у них получилось гораздо лучше или, как говорят теперь, аутентичнее, чем у музейных спецов. Ведь конская упряжь – архитектура избы знакома крестьянам не по умным книжкам, а по ежедневному труду. Видимо, поэтому и вот аура здесь такая чудесная. Вот все, кто не приезжает сюда, и дети, и взрослые. И все говорят, вот с этой избы не хочется уходить. Несколько комнат просторного дома заполнены экспонатами не в стиле музейной экспозиции, а именно так, как их расположила бы хозяйка. Здесь, что называется, под рукой – горшки, шитье, посуда, мебель там, где на ней удобно сидеть. Примечателенный двор. Инструменты и части от саней и телег лежат в хозяйском, а не музейном порядке. Как раз поэтому они воспринимаются как живые, а не так, как в музее, положенными на полку, древними и мертвыми, не совсем понятными предметами. Здесь нет исторических допущений, вроде русской печи из картона, как в большинстве школьных музеев. Именно этот способ подачи музейной информации и делает его уникальным и очень интересным для посещения. Из музея мы отправились посмотреть, где раньше располагалось старое село. Теперь это место можно определять по непокрытой водой горе, которая теперь именуется островом Барок. Слова и описание красот этого места излишни. Смотрите сами. После посещения Никольского на Черемшане наш гид Андрей Макеев доставил нас в село Ярыклинск. Оно примечательно прежде всего тем, что когда-то здесь располагался острог. Здесь проходила закамская засечная черта. Ее еще можно увидеть. Ее убирают и сохраняют ученики местной школы вместе с педагогом Мариной Шершиной. Мы находимся на участке земляного вала XVII века, который был построен в 1652 году. Является частью вала, шедшего от Белого Яра, Ерклинск, Теинск и дальше в Татарстан уходил. Территория нашего земляного вала примерно в расстоянии 350 метров. Сохранился, как вы видите, очень хорошо. Я считаю, благодаря тому, что, наверное, туристов очень мало здесь было. Только любители, конечно, самые настоящие охотники за такой историей бывают здесь. Ну, нам нравится с ребятишками здесь бывать всегда каждый год осенью. Особенно очень красиво, когда золотая пора. Согласно дошедшим до нас архивным документам, здесь находилась смотровая вышка. Место очень высокое, поэтому вид тоже открывается великолепный. Марина проводила нас к еще одному интересному культурному объекту – Святому Источнику. Ну, мы вот находимся на Святом Источнике во имя Казанской иконы Божьей Матери, который известен, ну, примерно где-то с 17 века точно, потому что были найдены при расчистке этого родника монетки древние. Одна из них хранится сейчас в Муловском храме, насколько нам известно. Ну, по легенде, как был найден этот родничок, обнаружен пастухом, который косил траву в здешних местах. Тогда еще не было вот этого березового леса. Ну, и решил найти родничок и спить водица. И по легенде, что он наклонился попить воды, и тут плывет по роднику икона. Присмотрелся, вроде как Божья Матерь. Стал за ней тянуться, в руки не дается. Он опять за ней, она уплывает все быстрее и быстрее от него. Вот тогда он побежал в село, позвал самую-самую набожную бабушку, и только ей вот икона далась в руки. И заметили, что те, кто вот попьет, умоется в роднике, чувствуют себя намного лучше, бодрее. Вот, и якобы даже исцелялись многие от пьянства тогда. Постепенно место стало намоленным. Теперь на летнюю Казанскую сюда идут паломники. Многие находят здесь исцеление. Приезжают и паломники из Москвы, из Украины, с разных мест Ульяновской области. Раньше на горе над родником была церковь, но ее в богоборческие советские годы снесли. Кстати, бытовала здесь особенность, которая, пожалуй, заинтересует исследователей. Каждый год икону из Спасо-Преображенской сельской церкви уносили в церковь у родника, где она находилась все лето и осень до 4 ноября. На осеннюю Казанскую ее с не меньшим почетом и уважением несли обратно. Эти крестные ходы собирали множество людей, и старожилы рассказывают множество преданий о событиях, случавшихся в это время. Старожилы говорят, что в селе было несколько конфессий. Старообрядцы – православные протестанты. В церкви были две православные, одна австрийская или протестантская и молельный дом для старообрядцев. А рядом с ними мирно сосуществовали монтаны, келейники, поморы. Удивительно, но все в один голос заявляют, межконфессиональных стычек никогда не происходило. Все дружили между собой, как добрые соседи. На этом мы завершаем рассказ о нашем путешествии по Меликесскому району. Конечно, мы рассказали далеко не обо всем, что стоит посмотреть путешественнику. Призываем вас ездить и быть вдумчивыми наблюдателями. Ищите новые маршруты, ходите по нашим, делитесь впечатлениями. Симбирская кругосветка на Управда ТВ всегда открыта для общения. Продолжение следует...